Но если мы посмотрим на динамику именно годовую по доллару рубль, то наблюдается, что американская валюта укрепилась по отношению к национальной валюте на 14%. Но что же делать дальше? Привлекательны ли уже сейчас уровни для того, чтобы встать в длинную по отношению к американской валюте, либо продолжать его продавать? Об этом мы и поговорим с нашим экспертом. Он находится на связи, Артем Авинов, ведущий аналитик группы компании Телетрейд. Артем, добрый день. Добрый день. Итак, какие факторы сейчас выступают в поддержку российской валюте и есть ли они на горизонте краткосрочных перспектив? Я бы исходил, что да, такие факторы действительно присутствуют. Здесь можно говорить о том, что с технической точки зрения нефть достигла важных уровней поддержки, может незначительно скорректироваться вверх, что окажет дополнительную поддержку рублю. Но в чуть более отдаленном перспективе я бы все-таки обратил внимание на снижение санкционного давления со стороны США. Дело в том, что американский конгресс не успеет до новогодних каникул принять новый пакет санкций против России. И по существу вот это событие дает российскому рублю небольшую передышку. Я бы исходил из того, что на текущий момент укрепление российского рубля продолжится. И мы достигнем самого начала 64 рублей 64 фигуры, где-то 64 рубля 20 копеек, 64 рубля 40 копеек. На текущий момент я бы сказал, что эти уровни наиболее амбициозные, с большой долей вероятности достижимые. И именно они будут наиболее интересны для ухода в длинные позиции американского доллара против российского рубля на ожиданиях дальнейшего ослабления. Как раз ближе к концу года, как раз на ожиданиях того, что после новогодних каникул новый пакет санкций будет вновь принят, и российская валюта окажется под давлением. Артем, я так понимаю, что из локальных факторов в поддержку выступают еще и налоговые периоды. Он стартовал на минувшей неделе, а при этом пик налоговых выплат придется на 26 число, когда будут уплачиваться НДПИ и НДС. Вы сказали о том, что от Конгресса Соединенных Штатов Америки не ждут до конца года принятия дополнительных санкций, но при этом до сих пор есть вопрос относительно позиций Госдепартамента Соединенных Штатов. Вот эти риски уже учтены в курсе доллар-рубль, либо еще они могут всплыть буквально на горизонте ближайших пяти дней? Нет, я бы ожидал, что все-таки они еще сыграют свою роль. Также можно вспомнить, помимо того, что уже назвали, например, заявление Эльвиры Набиулиной о том, что процентная ставка может быть у нас повышена, что также оказывает небольшую среднесрочную поддержку для российского рубля. Встреча Трампа, которая запланирована с Владимиром Путиным на просторах G20 также в конце ноября. То есть факторов, которые могут привести к дальнейшему укреплению рубля, они на текущей перспективе, краткосрочной, в перспективе 5-10 дней, они существуют и в той или иной мере влияют на поддержку рубля. То укрепление, что мы видели в конце прошлой недели, как раз я ожидаю, что оно продолжится и, да, действительно, в том числе налоговые выплаты станут одним из драйверов этого укрепления. Артем, буквально пару слов относительно позиции европейской валюты с рублем. Вот здесь как выглядит техническая картина? А вот, кстати, здесь я бы рассматривал немножечко другую ситуацию, хотя предполагал бы, что рубль еще может укрепиться против евро, но в целом рост европейской валюты, я бы исходил из того, что приведет к укреплению евро против российского рубля, по крайней мере, в перспективе текущей недели. То есть разнонаправленную динамику ожидаю относительно пары российский рубль к доллару и российский рубль к евро. Поэтому укрепление и примерно еще рубль, может быть, два, я бы не исключал увидеть против евро. Ну что же, если вот перечислять совокупность тех событий, которые ожидаются на этой неделе, это, безусловно, вопросы относительно бракоразводного процесса Великобритании и ЕС. Эти риски вот на международных рынках, на политическом ландшафте, они могут отразиться и на нашем локальном? Только коротко. Напрямую нет, но косвенно да, потому что они в обязательном порядке, первая реакция, особенно сильное движение по британцу, которое мы можем наблюдать, как возможный рост, так и снижение, приведет к реляционному движению на евро. И евро, я думаю, однонаправленно будет двигаться против всего рынка, и российский рубль не будет исключением. Поэтому, если евро пойдет в хорошее восходящее движение, укрепление против российского рубля будет также наблюдаться в рамках общей корреляции. Артем, спасибо большое вам за экспертизу, за то, что дали ориентир на текущую пятидневку. На связи у нас был Артем Авинов, ведущий аналитик группы компаний.